Казахстанцы смогут посещать Вьетнам без виз. Такое соглашение сегодня было достигнуто в ходе официального визита Касмжумарта Тукаева во Вьетнам, о чем еще договорились лидеры двух стран, расскажет Назам Гульку Маспаева. Вьетнам, Казахстан! Вьетнам, Казахстан! Утро в Ханое началось с политической повестки дня. Свой визит в эту страну Касымжумар Тукаев начал не с торжественной церемонии, как это обычно принято. В первую очередь президент нашей страны выразил дань уважения вьетнамскому народу и возложил цветы к монументу национальным героям, отдавшим жизнь за свободу и независимость Родины. Расположение этого монумента имеет большое политическое и историческое значение, так как здесь также расположены музеи и мавзолей первого президента Хо Ши Мина и королевская цитадель Хан Клонг, которая является достопримечательностью и главным архитектурным достоянием Вьетнама и признана ЮНЕСКОМ объектом всемирного культурного наследия. Сам монумент напоминает гигантскую свечу, горящую под открытым голубым небом. В честь тех, кто отдал свои жизни за независимость Вьетнама. На этой же площади глава государства возложил цветы и к мавзолею Хо Ши Мина, таким образом почти в память национального лидера этой страны. И вот официальная часть визита началась. Солнечный Вьетнам встречает почетного гостя нашего президента Касымжу Марта Токаева. Более ста солдат национальной гвардии и столько же детей с цветами и флажками встречают вместе со своим президентом. Размах, как вы видите сами. Затем главы двух стран прошли в саму резиденцию, где приступили к переговору в узком формате. Касымжу Марта Токаев, обращаясь к своему коллеге, отметил, что значение этого визита первостепенное, потому как экономические успехи Вьетнама это серьезная основа дальнейшего сотрудничества. Глава государства также поздравил всех вьетнамцев с предстоящим празднованием Дня Независимости, который пройдет 2 сентября. И пригласил президента Вьетнама Вован Тхонга с государственным визитом в Астану следующим летом. Это мой первый визит в вашу прекрасную страну в качестве президента Казахстана. И я уделяю первостепенное значение данному визиту. В Казахстане, я должен отметить, относятся с большим уважением к вашему государству и к вашему народу. Экономические успехи Вьетнама являются серьезной основой дальнейшего сотрудничества между нашими государствами. Мы уделяем очень большое внимание экономическому, политическому взаимодействию между нашими странами. И должным образом оцениваем огромный экономический потенциал Вьетнама, а также ваш авторитет на международной арене. Вьетнам помнит и благодарит казахстанский народ за ценную поддержку, оказанную в борьбе за национальное освобождение и воссоединение страны в прошлом, сказал президент Вьетнама. Уверен, что ваш первый официальный визит в нашу страну создаст новый стимул, чтобы активизировать традиционно дружественные отношения и успешное многоплановое сотрудничество двух стран. Я посещал Казахстан и был впечатлен великолепной, красивой страной, гостеприимными людьми. Во Вьетнаме с вниманием следят за развитием Казахстана и большими успехами, которых достиг казахстанский народ под вашим руководством. Уверен, что благодаря вашему опыту и стратегическому видению Казахстан будет развиваться благополучно и стабильно, внося свой вклад в развитие и сохранение стабильности в регионе и в мире. По итогам прошлого года взаимная торговля превысила отметку полмиллиарда долларов, а за первые шесть месяцев этого года уже достигла 600 миллионов долларов. Касымжимар Токаев отметил, что до конца года планируется доведение этой важной цифры до одного миллиарда. И на это есть причины. Необработанный свинец. Поставляем сюда руды и концентраты металлов, но у нас есть предложение по другим продуктам. Главным образом, потому что Казахстан выпускает экологичную сельскохозяйственную продукцию. Сейчас прорабатываем маршруты доставки. Один из важных шагов сегодняшней встречи можно отметить подписание соглашения о безвизовом режиме двух стран. Это значит, что теперь казахстанцам не нужна виза для посещения Вьетнама. Эта мера не только облегчает жизнь туристам, но и дает поддержку бизнесменам с обеих сторон. Только в этом году Вьетнам посетили больше 26 тысяч жителей нашей страны и 6 миллионов туристов со всего мира. Казахстанцы охотно летают в жаркую страну. Сегодня между Казахстаном и Вьетнамом совершают 4 рейса. В планах увеличить авиарейсы до 7. Таким образом, развитие в туризме получит не только вьетнамская сторона, но и Казахстан. Мы с министром культуры, спорта и туризма государства Вьетнам подписали меморандум о развитии взаимного туризма. На сегодняшний день вы знаете, что вьетнамская авиакомпания Вьетчет уже совершает 4 авиарейса между Казахстаном и Вьетнамом. Сейчас есть намерение об увеличении количества рейсов до 7. Ну и конечно нас уже не может не радовать, что буквально более тысячи граждан Вьетнама за прошлый год посетили Казахстан. У всех были высокие ожидания, они были оправданы. Вьетнамцам очень нравится наша природа, горы, озера, Каспийское море. Всего в рамках визита было подписано 12 важных для сотрудничества документов. В том числе меморандум о взаимопонимании между агентством Хабар и Вьетнам Телевизия. АПЛОДИСМЕНТЫ Проектом в сферах переработки нефти и газа, а также геологоразведки. В бизнесе мы предложили, что Викшет, который тонко авиакомпания летает между Вьетнамом и Казахстаном, у нас сейчас 4 раза в неделю. Мы хотим увеличивать на Астану, Анматы и еще может быть другие города. У обоих компаний есть заинтересованность в вхождении в Казахстан на проведение геологоразведочных работ. Мы в частности определили уже порядка 16-17 участков, находящихся в разных областях Казахстана. Это и Актюбинская, и Западно-Казахстанская, Атравская, Мангастарская области. Где сегодня Казахстан уже приступил к геологоразведочному работе. Официальный визит нашего президента продолжается. В планах еще несколько встреч и посещение важных объектов. Назамулькум Испаева, Айдос Медельбеков, Дельмурат Сейдаханов при поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Вьетнам.